да здорово еще раз что-то у меня все подзависло немножечко продолжим значит это вторая часть первую прямо отсвечивает в первой части мы разобрали с вами там по печать выяснили что это долго дорого офигенно но доллар но долго и дорого все-таки продолжим теперь мы обсудим такой момент как вы в печать в любом случае мы рассматриваем тот вопрос что мы делаем это не разовая акция скажем так потому что те кто делает привет диего да ты первый диего правильно да мы рассмотрим это с точки зрения не того что нам нужно сделать в собственную коллекцию одну фигурку да очень много ребят которые офигенные кастомайзеры просто замечательные они лепят и красят все в ручную прям вообще все красота респект и уважуха как говорится но мы рассматриваем с вами более менее приближенный вариант к классическим мини фигуркам лего в первой части мы рассмотрели под печать выяснили сколько это стоит примерно потому что повторюсь цена в закупке любых фигурок очень сильно зависит от цвета непосредственно самих деталей это как бы не обсуждается эти все цены можно посмотреть на бриклинки и доступные детали мы рассматриваем изготовление фигурок повторяемость их то есть маленькие тиражи кустарное производство кастомайзинг как хотите от 20 допустим штук условно потому что она умеет меньше меньше партии это будет дороже и будет не то что не выгодно это будет не особо интересно почему я этим занимаюсь в принципе расскажу я хотел себе фигурки в коллекцию себе фигурки хищников и начал этим заниматься но как выяснилось что одну сделать фигурку что десять цена по себестоимости примерно одна и та же поэтому некоторые фигурки я и аксессуары стал выкладывать на продажу это доступно у меня на сайте брикпредатор точка ком брикпредатор точка ру русскоязычный сейчас магазин туда перенес почему потому что если допустим условно 9 я распродаю 10 и оставляю себе она мне просто получается как бы по бесплатно скажем так ну будем называть вещи своими именами итак следующий вопрос я почему не особо сейчас отвлекаясь начат во первых мало людей во вторых во вторых это все равно все пойдет записи и мне хотелось это записать потому что выложив товар на тот же авито например слишком 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 много стало вопросов однотипных сколько стоит давайте сделаем одну штуку мне а давайте вот я хочу хочу не могу и так далее я не буду даже сейчас рассказывать и обсуждать ну в принципе мы можем обсудить если есть какие-то вопросы допустим по созданию непосредственно файла файл создается в программе векторной графики неважно что там corel draw adobe illustrator все что угодно это не столь принципиально создание файла это отдельная песня создание самого дизайна это прям отдельный отдельный отдельная тема для разговора но мы можем опять же это все обсудить с вами если хотите если вы успеете на стрим в принципе я могу потом ответить на вопросы и в комментариях но я комментарии очень мало и не часто читаю скажу честно итак пэт печать мы обсудили какие-то нюансы кто захочет тот посмотрит сейчас мы обсуждаем или витрин или в печать сразу какие плюсы если мы работаем на хорошем оборудовании оно замечательно у нас мы можем наносить несколько цветов за один проход условно за один проход это несомненный плюс в том плане что это значительно ускоряет процесс и если принтер хорошего качества выдают хорошее разрешение это опять же облегчает нам задачу можно даже принты не стирать и допустим наносить рисунок сразу поверх печати стандартной олеговской рома story bricks привет а заочно тебе привет передал файл делается по такому же принципу как и для печати сразу же хочу некоторые моменты обозначить чтобы не было каких-то непоняток если вы берете уэв принтер например китайский там есть определенные сложности и я взял себе китайский китайский принтер у меня был одно время летом я его про продал потому что ну дорого обслуживания скажем так если вы хотите заниматься чисто вот кастомизации использовать его только для этого это не рентабельно вообще совершенно сразу хочу предупредить принтер китайский стоит от 200 тысяч бушный можно там подешевле найти краска комплект краски будет выходить порядка 60 тысяч там четыре стандартных цвета цмик и плюс белый минусы китайского оборудования то что они это прям болезни у всех китайских всех абсолютно хоть лазерник хоть принтер хоть что у них системная болезнь у них идет большая погрешность по осям по осям x y по позиционированию то есть например если как происходит печать уэв печать именно там неважно не на фигурках или где-то на другом материале если мы печатаем на темном материале нам нужно сделать подложку обязательно сначала идет белая подложка это печать в одним цветом белым дальше 2 2 слой идет уже печать цветом и получается так на китайском оборудовании что может не совпасть то есть если мы условно сделали линию 0 1 миллиметр да нам надо например на на фигурке напечатать там условно лопатки и позвоночник да вот такого плана видно не видно вот такого плана это может быть проблемой потому что белый белый цвет он печатается отдельно первым слоем да и белый цвет всегда печатается на китайском оборудовании он чуть-чуть шире почему-то печатается прям вот чуть-чуть шире то есть надо будет разбивать файл набер на белый цвет и на цветной вторую печать причем белый цвет заужать чтобы он у нас просто не выходил за границы печати и печать сама по себе story bricks я думал он закончился привет 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 рома story bricks привет мне кто-то там написывает на авито опять что-то хотят не знаю одни и те же вопросы задают так удачного стрим такое мы любить сюжетные кубики за задонатил удачного стрима такое мы любить спасибо большое мы тут обсуждаем сегодня такой небольшой экскурс в ну не в промышленную ну в кустарную скажем так производство фигурок рассказывал какие-то нюансы по печати в первой части вот я утром начал стримить никого не было ну как никого не было было мало народу мы рассмотрели можно посмотреть я в записи все оставил мы рассмотрели пэт печать сколько это стоит во сколько это выйдет сейчас мы будем рассмотреть уэв печать сейчас рассказываю самое начало просто про нюансы оборудования с китайцем надо хоть относительно и недорогое оборудование но с ним нужно приловчиться к нему то есть есть определенные нюансы если берем китайское оборудование там любое условно условно допустим уэв принтер или лазерный станок всегда можно проверить даже при покупке это напечатать квадрат условно 100 на 100 миллиметров и просто перепроверить штангенциркулем все ли нормально все ли нормально все ли попадает туда куда нужно лет при при лет кинобзор привет привет рад видеть на стриме лепкин обзор что-то знакомое прости пожалуйста может быть я ну либо не помню ну что-то знакомое просто печатаем квадрат 100 на 100 проверяем со штангенциркулем правильно ли он печатает потому что китайцы как правило у них протяг самого стола подача они ну шивят да то есть он он может вместо 100 на 100 100 на 100 напечатать например 100 по длине и по высоте и по ширине допустим там 102 миллиметра можно напечатать из-за этого идет офигенный диссонанс если нам опять же нужно напечатать там условно какие-то 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 вот такие вещи то есть лопатки там позвоночник то это прям проблема проблем не попадание и так далее ауэф печать пэта сложно стереть ауэф печать стереть вообще очень сложно то есть пуэс надо делать несколько макетов с белым цветом и полноцвет нет ром не совсем так я сейчас рассказываю про китайцев про китайское оборудование то есть рассматриваем тот вариант что вы решили купить китайский уэф принтер там тысяч за двести пятьдесят триста и печатать на нем фигурки сразу скажу что если его приобретать только для фигурок то это не рентабельно и не овчинка не стоит выдержки выделки потому что это все от лукао это все ну просто чисто для хобби либо надо брать очень много заказов а заказов на именно леда это сам понимаешь нужно покупать какие-то детали постоянно я делаю свой кастом одежда мини-плащи наружный платок диего это очень круто к этому мы еще дальше вернемся и сегодня я просто хотел рассказать именно про печать про аксессуары чуть чуть позже есть парень в америке ему лет 15 он содержит буквально всю семью на только на плащах тому мама помогает но 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 все очень круто это то что касается китайского именно другое знали что если перевести сюжетные кубики на английский то получится рома старе брикс опачки сюжетные кубики да точно сюжетные истории я думал это истории истории кубиков я ошибался наверное значит это понятно спасибо большое за донат прям ну я опять вздрогнул у каждого оборудования и существуют свои нюансы у китайского нужно делать отдельно до отдельно но лучше вообще в любом случае делать отдельно но если если мы работаем на хорошем оборудовании то перекрутить цвет в белый там не составляет труда давайте по порядку если китаец он там может шеветь и надо там свои есть нюансы тот кто работает на печати на на непосредственно принтере он уже знает эти нюансы чтобы не получилось так что мы напечатали здесь допустим синий цвет а по краям вылез белый и такая окантовочка идет белая вроде бы ну как бы он и напечатал но это не для того там во первых разрешение меньше на моих вот этих вот фигурках которые до дикого хищника были там видно он такой рифленый принт и там я подгонял кое-где может быть даже выходит этот белый кантик получается там свои нюансы второй момент для всего этого чтобы печать что уэв печать если собираетесь брать оборудование какое-то размещать это дома нужно отдельное помещение то есть дома под печать я вообще не рекомендую там ужасный ужасный запах можно такие мультики словить что мама не горюй для уэв печати ну тоже нужна вытяжка по-хорошему другой момент опять же где где это просто рассказываю вдруг мало ли кто-то захочет этим заниматься лучше конечно снять какое-то отдельное помещение под мастерскую плохо если вы закупаете дорогостоящее оборудование плохо эти эти помещения снимать в подвале и на чердаке потому что страховые компании вообще не не берутся страховать не оборудование не то что находится в этих помещениях и у меня был в 2017 году очень неприятный случай я снимал помещение в подвале жилого дома и тетечка которая жила сверху на первом этаже уехала куда-то там на дачу у нее прорвало трубу с горячей водой и просто и просто я все выкинул за два дня выходных все затекло стоял ужасный пар люстик 3000 кирилл сергей я не опоздал нет кирилл не 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 опоздал я у меня же голос дрожит потому что не но технически как бы прикольно мне кажется все таки в тему хищников когда доната прилетают какой такой сюжетный звук использовать но я от него вздрагиваю капец так я писал под видео с головами чужих что был темный стал светленький лепкин обзор да я помню да это это чужих мы к этому вернемся я думаю вот сейчас я быстренько договорю постараюсь договорить потом почитаю чат если есть ну вот именно вопросы по печати я с удовольствием отвечу и короче в семнадцатом году полностью залила так так было смешно на самом деле у нас такие интересные люди у этой женщины значит железная входная дверь она прям горячая была из под нее перла вода и по ступеням все это лилась и люди которые жили в подъезде они просто мимо проходили такие ну течет и ладно как бы ну суть не в этом может быть у нас такой менталитет дело в том что полностью затопило мастерскую даже то что не затопило из-за из-за пара все оборудование она просто я это просто все выкинул у меня было ужасная просто растрата но но другое помещение найти это ну другие деньги как бы да и я сейчас просто стараюсь держать в мастерской только механику какую-то механические вещи тем более что после того как продал принтер летом китайский я с ним нам удохался если честно потому что но очень сложно попадать и чтобы попасть прям вот идеально приходилось я это рассказывал на стримах в тик токе тогда еще он работал то что у меня и жена тоже ругалась ты где там она часов в 11 звонит на ты где а я там стримлю и печатаю заодно я не могу бросить потому что если я брошу то все на утро мне надо опять все по новой выставлять чтобы попасть вот четкое попадание рисунка было кинешь стрим потом с настройками оповещение по шрифтам а то у меня глючит даром там просто надо шрифт настроить скину конечно без проблем но причем да она что-то donation alerts вот подвисал мне приходилось перезапускать трансляции не знаю почему один раз выдал он мне вообще что выдает большую большой энергопотребление и он не общая трубил переключил почему-то камеру на другую на фронталку или как там не суть в общем с китайцем мы разобрались если если брать готовьтесь к тому что дорогие расходники это краски цмик и белый они будут вылетать если хорошего более-менее качество брать они 1060 комплект стоит сам принтак дорогого обслуживания в том плане что он должен постоянно печатать он должен постоянно молотить на большие партии расчет но опять же не перегреваться то есть есть везде свои нюансы потому что пару дней буквально постоит краска кристаллизуется и забиваются дюзы в печатающих головках потому что китайцы используют печатающие головки эпсоновские причем старые еще старые новые там найти можно но это уже стоит дороже старые головки отель 800 по моему принтера некоторые умельцы есть у нас и такие кулибины до которые тот живой в принтер могут собрать там условно тупо из и и из эпсоновского принтера и сделать непрерывную подачу чернил но это все опять же это все кастомизация тетечка как раз таки на бабки не не попала то есть понимаешь ром тут такое дело я же говорю приходил страховой они говорят не подвалы не чердаки мы не как не ну вот такого на законодательство мы типа никак не страхуем все что там находится мы тоже не страхуем единственное что мне в этой ситуации предложил арендодатель это там два месяца условно бесплатного бесплатно аренды но опять же там пока все это высохло там там просто там полностью были потолок амстронг он полностью полностью все обвалилась и все что было там мебель компьютеры принтеры все короче мы просто все выкинули потому что пару он убил сразу все ну два дня в пару там все было естественно никакие бабки не попало и из всей компенсации мне предложили вот только два месяца бесплатного бесплатной аренды в сыром помещении которые собственно два месяца и сохла там стояли эти строительные пушки которые все это дело сушили переезжать куда-то в более дорогостоящее там на первый второй этаж какую-то промзону это дороже выходит и поэтому я говорю я продолжаю но я сейчас нашел в жилом помещении в жилом здании помещение в полуподвальном полуподвальное помещение там вроде как вроде пока нормально все но вообще просто имейте ввиду если снимаете помещение никто у вас не застрахует и вы в принципе один на один с судьбой оставить как бы так а сейчас у тебя вообще нету с да я его продал летом продал летом потому что опять же чисто подстраховаться мастерская в полуподвальном помещении оставлять его не не очень выгодно уэс в чем прикол у него срок годности краски еще есть такая тема то есть покупаешь банки литровой этой краски за 60 тысяч ты и должен выработать как минимум за год потому что через год она распадается на составляющей происходит дифракция и ее использовать уже невозможно то есть срок годности грубо говоря у неё год это при том при всем что нужно каждый день ее перемешивать и каждый день запускать принтер чтобы просто не засрались головки получилось так что у меня засрались дюзы я начал их промывать промывающая жидкость попала на плату я влетел на на печатающую головку это 20 тысяч и плюс у меня заканчивался уже срок годности краски еще 60 тысяч я что-то не нашел в себе сил запустить это все оставлять просто чтоб он стоял нет я нашел просто у меня есть товарищ у него тоже он занимается уэс печатью я отдаю сейчас сейчас все все расскажу по порядку я отдаю ноутсорсинг как говорится да на суп подряд я готовлю только файлы закупаю фигурки и отдаю печатником то есть мне печатают сейчас в данный момент почему так во первых во первых нет вот этого геморрой как с китайским принтером то есть если китайский принтер у меня было 3 формата он стоял в принципе до а 4 вру чуть больше а 4 там 220 на 360 он стоял на столе и то есть ну такое то у человека которого я сейчас печатаю своего товарища у него стал побольше у него стол чуть больше а 3 формата но там такая махина там уже не не настольный вариант то есть это отдельный такой прям шкаф огромный стоит японское оборудование позиционирование отличное вообще с этим вообще никаких проблем нет попадание сразу с первого раза четкая по высоте там все автоматически регулируется но он и стоит как самолет то есть он убрал за 2 миллиона 700 тысяч японца вот этого в принтер этот ну чувствуете разницу до 300 лет ли там для своего хобби я еще мог себе позволить в то время то убрать даже в лизинг оборудование за 33 миллиона условно это дорогое удовольствие если мы берем именно хобби мне проще ему отдать и качество печати во первых лучше разрешение и нет танцев с бубнами что надо там выставлять какие-то уровни какие-то высоты ловить и так далее то что касается вот по в печати если на пэд печати вот мы рассмотрели зоны определенные сколько это все выйдет по деньгам но если спойлерить не не считая стоимости фигурок мы рассчитывали вот первом сегодняшнем стриме он доступ часть 5 атомизация мини фигурок часть 1 мы рассматривали печать 20 фигурок семью зонами запечатки в три цвета без стоимости фигурок ну мы условно взяли что чистые фигурки голова торсик и ноги у нас выйдет на 300 рублей вот 20 штук напечатать без при условии того что все файлы мы делаем сами она выходит 20000 примерно вот теперь то что касается уэв принта тут несколько зон тоже то есть отдельно у нас голова это отдельная зона потому что башка вообще она печатается отдельно потому что если вот смотреть вот в этой позиции она чуть чуть выше чуть чуть выше чем торс и соответственно вот этот перепад чтобы принтер там свои нюансы чтобы принтер не пылил и была более-менее качественная печать нужно их печатать отдельно причем рисунок сам он имеет границы то есть край самый вот сюда вот не надо ничего рисовать потому что это будет размазываться при печати потому что голова у нас цилиндрическая и струи краски идут сверху соответственно там где меньше зазор он наносит принципе все отлично воспроизведение идет а когда уже подходит краю он начинает просто некоторые частицы лететь в стороны и называется так пыление не очень хороший вариант поэтому лучше смещать к центру ближе и не заходить особо за края вторая зона это вот у нас уже торсик и ноги полностью все ноги мы можем вот здесь вот все это разместить то есть это делается за один проход грубо говоря один проход он делает белым цветом второй цветной преимущество ну в принципе это было и у китайцев того станка который был у меня но получается не очень хорошо есть такая такая печать вид печати синкопринт называется то есть он за один проход и белый цвет наносит и и потом сразу 1 и белый цветной условно да причем можно комбинировать то ли белые ставить на подложку то ли белый ставить сверху но не суть можно напечатать все за один проход это у нас одна зона вторая зона но башка понятно перед башки и зад башки это две разные позиции две разные зоны перед полностью фигурки зад полностью фигурки это 2 2 3 3 там какая зона отдельно руки с руками тоже с руками тоже тут свои нюансы если надо напечатать в прям прям вот так вот в край как мы делали вот у олега который не олег чтобы вот так вот сделать такой вот рисунок на плечо это надо отдельно отделять руки от туловище использовать другое туловище потому что вот так вот прям в край напечатать это проблемно и естественно краска заливает и вот так вот заливает на торсик на весь на на сам бок торсика используются подставные торсики которые технически которые не нужны и потом их можно там почистить поскорблить просто переставляются руки и заливается и тогда можно напечатать край другой момент то что опять же от него надо делать отступ то есть по большому счету у нас вот она зона запечатки на руках ну условно там с какими-то какими-то дополнениями если значит голову печатаем двух сторон раз-два зона опять же там танцы с бубнами перевернуть чтобы это было все ровненько но плюс то что можно запечатать сразу вот полностью все и торс и ноги с одной стороны и с другой стороны соответственно потом следующая зона если это нужно это ноги полностью вот от хипа от хипа и вниз и отдельно зона это вот это торец потому что вот с этим надо поплясать у нас торсик ладно джокера разберем чтобы условно то есть у нас вот есть торсик у него есть угол определенные чтобы напечатать нормально нам надо сделать чтобы вот это вот поверхность она стояла ровно соответственно надо здесь приспособа какие-то сделать определенные манипуляции чтобы у нас вот эта площадка была горизонтальная и тогда уже печатать но здесь есть определенные минусы то что если у нас идет рисунок спереди и сзади торсика то совместите попасть чтобы рисунок прям четко переходил спереда назад так называем 360 градусов то это проблемно но опять же я не знаю почему все фанатеют на запечатку 360 градусов это на самом деле не так не так широко распространено в лего прямо на каких-то редких наборах фигурках фигур на ред на фигурках из редких наборов у господи я уже прям перри это самое заговариваюсь вообще классическая классическое оформление лего ска это печать торсиков торсиков ног и сзади без печати на ногах это ну не всегда оправданно скажем так потому что ребята которые и сообществе фл например соединенных штатов они прям прекрасно это все понимают и говорят да у тебя там хищники сделаны ровно так же как это сделали бы лего условно у китайцев 360 градусов там запечатка я не знаю что это за способ честно говорю это прям не то что проблемно но но это иногда чересчур кичева смотрится на мой взгляд потому что чем проще рисунок на фигурке тем наверное лучше так чё-то у меня опять все зависло не отдельно просто комп еще стоит приста так секунду уэс печать да они в принципе как струйники как струйная как струйные принтеры там единственное различие в том что наносится краска там можно наносить значит там отдельно белый цвет можно нанести можно нанести еще лаковое покрытие принцип работы прям тот же самый потому что например китайские я же говорю это они берут просто печатающую головку со струйного принтера epson l800 и просто загоняют туда другую краску отсюда и проблемы с забиванием дюзов то что краска кристаллизуется и там какая тема есть печатающая головка и рядом тут же стоит лампа уэф то есть краска нанеслась и тут же она кристаллизуется уэф лампы на видео там видно она прям светится голубым таким огнем то есть краска жидкая она прям наносится и тут же высыхает что пока ты не сделал при втором варианте надо разбирать фигурку при втором варианте джокер при втором варианте надо ли разбирать фигурку это 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 про что это про что вообще некоторые некоторые стараются вот то что я говорил про руки печать рук некоторые стараются снимать но чем больше мы снимаем саму фигурку разбираем то есть ноги отрываем руки снимаем тем она более расклябанная становится и и есть вариант просто повредить я придумал там способ один можно печатать на руках не снимая фигурку но тогда лучше использовать вот такой вот вариант тогда не надо снимать тогда мы просто там ну там хитрая приспособа у меня придуманная если вот такого то лиар то что в край прям плеча надо запечатать тогда да тогда надо снимать если вот такой тогда не ничего не надо снимать и все все хорошо остается в принципе все хищники мои так и были сделаны ну и соответственно по требованиям к макету я делал следующее отделок у тебя свой щиток на глаз ну классно по требованиям к макету в принципе это то же самое как и для под печати в принципе то же самое дальше уже все зависит от того кто печатает непосредственно по печати что получается один прогон какой какой-либо зоны до выходит на 70 рублей то есть если нам надо запечатать перед прям торс и ноги 70 рублей пожалуйста вне зависимости от рисунка вне зависимости от того какой там это опять же цены на сейчас это были на то кто не там будет смотреть через десять лет и скажут в нефига мне надо этому ладно не суть вне зависимости от количества цветов там же идет сразу полноцвет можно даже сделать там градиенты но градиенты опять же они я пробовал не очень они хорошо смотрятся лучше придерживаться все-таки классического дну леговского оформления с разбивкой по цветам так она просто как бы канон да как это база да а так за один раз все это можно сделать но опять же вот у нас зона голова перед зад ноги бока и руки и торец каждая вот эта установка приладка она стоит 500 рублей вот сейчас на данный момент почему потому что нужно сначала распечатать площадку по которой непосредственно идет пристрелка и дальше пробная печать это тоже стоит денег и люди просто так за это не берутся и когда заходит речь о том что люди говорят вот мне сейчас вот буквально сейчас пишут на авито что давайте я хочу вот там какую-то эксклюзивную объясняю ну поймите что 10 сделать что одна эта цена одна и та же плюс ко всему сейчас вот ну конкретно у меня принтеры допустим нет да и я не хочу брать куда-то ехать только из-за вашей фигурки и 500 рублей они мне не сделают вообще никакой погоды в данном контексте это стоит дороже вот только приладка одна стоит 500 рублей плюс печать до люди слышат она 70 рублей печать ну значит получается 570 и я получу то что надо нет не получаете потому что вам нужно еще иметь при себе фигурку на чем печатать до фигурку у меня допустим есть говорит человек хорошо дальше нужен файл с этим тоже нужно поковыряться и делать файл один на одну твою фигурку либо на 10 либо на 100 фигурок по трудозатратам она одинаковая абсолютно я вам рассказываю при том условии что файл вы делаете сами то есть ну это про руки что не совсем понял сейчас ром тебя что про руки мы сделали файл да вот нам надо напечатать перед и ноги установка приладка стоит 500 рублей и печать условно 70 500 плюс 70 если нам надо делать 10 фигурок тогда у нас получается 500 плюс 700 но 70 на 10 до если надо там тысячу фигурок у нас получается приладка 500 рублей плюс 70000 на 1000 фигурок то есть это делается один раз один раз когда вот именно мы устанавливаем и готовим все это к печати вторая зона в принципе она уже не требует установки тут только печать потому что ну там тупо перевернуть фигурку тоже условно считаем 70 рублей вот приладка на руки получается это 500 рублей это возможно 500 рублей если у нас а у нас будут разные рисунки то есть нам нужно сделать два файла на руки отдельные там своя приспособа если вот ну хочешь заморочимся выдадим результат вот эта зона на ноги нужна она не нужна на диком на на десяти штуках или 12 я сделал тут череп волка на одной стороне это тоже ведет к удорожанию вообще любая любая приблуда она ведет к удорожанию вот эта зона я вообще с ней не рекомендую заморачиваться вот это вот это как раз торец за которым просто звук чтобы взбодриться о боже мой спасибо большое взбодрил сможешь оценить мой кастом когда я сделаю про него видео ну и как говорят не судите и не судимы будете я я я больше чем уверен что у тебя получится все очень круто любое любое творчество я за за любой кипиш как бы то что касается творчество я абсолютно это приветствую потому что как говорят почему люди тянутся к искусству до неважно творишь ты его или покупаешь только потому что любой человек хочет оставить какой-то след в истории кто-то кто-то творит кто-то эти творения покупает кто-то организовывать музеи и так далее поэтому в любом случае ты уже молодец если ты что-то делаешь самостоятельно ты уже красавчик неважно как она получится там плохо или хорошо если мы говорим тем более про одну какую-то вещицу вот у меня ребенок на первом стриме показал вот делает например такой вот кастом это у него там своя допустим вселенная он он там свое что-то сочиняет может быть может показаться что да там это ерунда но ребят мы как бы смотря как в чем вешать грубо говоря да и стоимость и ценность это разные вещи вот для меня например вот эта фигурка гораздо ценнее чем самая дорогая фигурка там лего условно да потому что я знаю кто это сделал как это делалось и несмотря на невзрачный вид она у меня вызывает какие-то определенные эмоции все мы гонимся за эмоциями так или иначе и опять же возвращаясь к первой части кастому кастом это это любое любое творчество кастомизация с английской настройка просто настройкой даже вот собрав вот такого человечка это будет кастом просто некоторые там спорят и я видел тому рома истории брикс кто не знает может быть я не знаю мне не столько много подписчиков на самом деле не столько много зрителей но кто не знает рома это рома story брикс канал story нижнее подчеркивание брикс у него самая большая коллекция лего бэтменов россии и он снимает просто отличные ролики просто отличные заходите посмотрите я вот больше по кастомизации я не такой как бы медийный скажем так и вот у рома story брикс один чел написал да это типа фигня не кастом кастом вот-вот это уже кастом вы взяли даже стандартные детальки лего вот я хочу вот так вот например ну да простит меня опять же тот же самый рома story брикс я хочу бэтмена видеть вот в таком виде за его слишком самоуверенную позицию по жизни но тем не менее да ну вот мне захотелось вот таком виде бэтмена увидеть я взял фигурку одну совместил детальюшки и и собственно это кастом это кастом без всяких печати и так далее можно взять тот же самый маркер там по который пишет по сиди нарисовать как в лего муви нарисовали рожицу полицейскому это тоже будет кастом вот значит вернемся к нашим делам сможет так кое в печати допустим мы делаем только лицо перед зад неважно полностью мы запечатаем тут проблема в чем то что здесь отверстие то на ногах и туда не всегда краска залетает не всегда хорошо получается скажем так ну тем не менее по печати вот которая сейчас уев но рома то видел наверно люсю вот такая вот печать очень годная мне как по моему мнению это очень красота на лицо не смотрим лицо это оригинальное лицо и так что у нас выходит завдумали мы запечатать я же 20 фигурок нашли торсики нашли ноги без аксессуаров сейчас пока только про печать говорю подготовили самостоятельно файл до договорились что фигурки условно мы берем по 300 рублей ну по 300 это прям условно это 20 чистых торсиков 20 чистых ног 20 чистых голов мы потратили уже на это если мы берем по 300 рублей условно опять же опять же это все условно потому что очень многое зависит от цвета непосредственно пластика условно потратили уже на это 6000 рублей только на закупку деталей это мы говорим о том что если хотим это как-то там продавать дарить друзьям и так далее получается я делал кастом да конечно кастом это настройка и любая комбинация это это кастом вы настраиваете фигурку или там что-то под себя мы и my own creation да мое собственное творение как бы да это есть уже кастом более ну их можно там делить там на какие-то градации там сложный кастом условно там какой-то там легкий кастом на это все 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 на самом деле ерунда потому что ну я видел у того же олега который не олег один парень делает обалденные кастома в одном экземпляре но они офигенные просто офигенный он там лепит из какого-то материала там что-то делает красит вручную это прям респект уважуха не знаю кто это опять же канал там есть но много-много кто этим занимается не буду даже говорить лишний раз но тем не менее мы смотрим непосредственно то что ближе все-таки к лего да если нам надо сделать какую-то какой-то небольшой тираж с высокой повторяемостью с высок то есть чтобы были одинаковые фигурки вот мы посчитали что если мы условно по 300 рублей приобретаем голову торсик и ноги хотя это парень практически нереально по 300 рублей 20 штук у нас выйдет 6000 рублей да мы запечатаем лицо 500 и плюс умножаем на партию на на печать 20 штук на 70 это у нас получается 1400 да и плюс 500 рублей 1900 рублей у нас выйдут головы зафиксировали дальше мы печатаем торсик и ноги тут какой плюс мы сразу за один проход света делаем 500 рублей приладка плюс 20 на 70 то же самое уходит 1900 рублей за 1900 ну то же самое просто зачем пересчитывать руки 500 приладка 70 на 20 1900 это правые руки 1900 левые руки то есть при условии том что мы все это сделали самостоятельно весь файл сделали сами у нас получается давайте округлим просто 1900 сейчас считать подавайте до 2000 округлим потому что ну мало ли там что-то что-то пойдет не так где-то запорим 2000 2004 2006 2008 и 2010 тысяч 10000 у нас уйдет на печать 10000 у нас уйдет на печать при условии то что мы купили 20 фигурок по 300 рублей запечатываем только лицо голову перед зад и руки у нас уходит печать только на 10000 рублей 20 фигурок то есть за 16000 рублей мы получили 20 фигурок делим на 20 сколько они будут себестоимость у них будет 800 рублей условно условно опять же это все условно если мы соблюли вот такие вот условия по 300 рублей закупились напечатали все сами сделали с файл все сами куда-то там съездили отвезли все это напечатали то есть вот такая арифметика это только себестоимость про закупку я рассказал в первой части утром то что многие думают открывают bricklink видят первую забивают там либо название либо артикул видят первое что им выпадает там юзаная деталька одна где-нибудь там в словении условно да там и она стоит там 10 рублей но так нельзя считать потому что чтобы купить нам же надо 20 условно да и чтобы купить их по магазинам мы набрать нужное количество мы разоримся просто на доставке поэтому нужно забивать минимальное количество как только мы забиваем минимальное количество там от 10 штук вы увидите как изменится цена и соответственно я например покупаю только новые детали вот как бы такие дела вроде бы вроде бы все рассказал нет а смотреть по первым ценникам которые выпадают это не не то что они неправильно это вообще кардинально неверно если опять же нам не одна штука нужно но если одна штука нам нужно вот некоторые опять же повторюсь на авито спрашивать давай там одну что тебе стоит сделать одну штуку ну давайте посчитаем вот она мне что и стоит допустим за триста рублей я купил голову торсик и ноги мне также надо запечатать голову перед зад и руки ну что у нас получается 300 рублей мы потратили на фигурку условно опять же до 1900 нам надо потратить на голову ну считаем 2 просто чтобы удобнее было считать то есть те же самые 10000 вру нет 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 стоп 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 забыли стерли забыли все о чем у вас учили школе за 300 рублей мы купили фигурку голову напечатать 500 рублей плюс 70 500 рублей установка плюс 70 печать установка торсика торсики ноги 500 рублей установка 70 печать то есть условно 570 давайте по 600 считать просто ну удобнее считать долга даже ладно пускай по 500 500 и 500 это уже 1000 сзади напечатать еще 500 это прям прям приближенно до полторы тысячи руки левые 500 рублей руки правы 500 рублей то есть сколько у нас получается что-то все башка совсем не соображает 500 500 тысяча плюс 500 полторы тысячи руки 2000 и вторая рука еще две с половиной тысячи плюс 300 рублей на самом деле дороже выйдет то есть одну фигурку сделать выйдет три с половиной тысячи рублей при идеальных условиях давай еду пока более подробно ну в принципе рассказал можно взять калькулятор и более подробно все посчитать то что касается аксессуаров есть какие-то стандартные до аксессуары то есть допустим там та же самая прическа или шляпки там какие-то и фенди перстовые оружие так далее то это другая тема этот совсем другая тема для разговора можно делать это на 3d принтере при условии то что вы сами делаете файлы сами все составляете надо стать я что-то забыл донатер то у нас и правильно написал да донатер этого спонсор спонсор это трансляции рома story bricks отличный парень отличный канал так то что касается аксессуаров можно это делать на 3d принтере при условии того что вы сами делаете файлы в 3d редакторе сами подгоняете сами все это делаете купили этот принтер купили смолу начинаете печатать и так далее это одна тема мне она не зашла в том плане что остаются полоски уровневые полоски которые немножечко портят весь вид скажем так поэтому и не всегда и не всегда скажем так и всегда не всегда нужен нужна твердость то материала которая которая получается от 3d печати 3d печать может быть конечно разные абсолютно вот у меня сейчас подсохла девочка дедпул красил ее осталось тут руки приклеить и докрасить отдельно это шнурочек прямо на отдельно красилась печать и изумительная просто просто великолепное качество все хорошо но дело в том что изначально я заморачивался с металлом и мне некоторые вещи не нужны твердые поэтому делаю как делаю сначала лью вот то что касается дред для хищников сначала делается металлическая мастер-модель с нее снимается резинка и уже льется тот пластик который нужен который больше подходит для резины например почему я выбрал такой способ потому что всегда на мастер-модели можно внести какие-то коррективы где-то отшлифовать где-то отполировать где-то чего-то добавить где-то что-то убрать все это можно сделать плюс ко всему снимаете резинку с такого материала гораздо приятнее и удобнее и другой момент для тиражирования естественно если вот мы говорим например про того же дикого хищника вот сначала была сделана вот такая голова в металле и уже потом с ней снимается резинка и льется пластик пластик высокого качества французский льется он не просто так на потом еще помещается в вакуумную установку чтобы вытянуть пузырьки воздуха и сделать более плотным более плотным сам пластик а дреды например их надо вообще ну мягкими там делать по задумке то есть на 3d принтере это не распечатать и другой момент ну например вот как раз таки череп ксеноморфа допустим да то есть мне нужно было сделать так чтобы вот эта часть была матовая в пластике а вот эта часть глянцевая то есть я ее отполировал прям до блеска и в пластике она так же самое и воспроизводится вот такие дела я делаю так вы можете делать год на это не панацея и в принципе в принципе это каждый делать так как так как он хочет меня вот такой вот такой вот путь вполне устраивает скажем так то же самое и с лицехватами то есть был сделан один с него снята резинка и потом они пошли пошел в тираж получится такое сделать на 3d принтере ну хорошо не получится ну значит не судьба делал так почему потому что используется пластик ударопрочный и его можно в принципе потом гнуть помещая в кипящую воду определенный участок ну например хвост для этого вот эту часть эта часть зачем сделана просто чтобы она в руках держалась вот это для химии хищников я делал да если там для диорама для какой-то это можно все спилить уже в пластике и загнуть хвосты там как угодно там на лицо там условно посадить тоже в принципе реально если заморочиться вот тиражирование выходит тоже в лютую копейку скажем так если например так ну увидите друзья я не знаю ну 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 как бы ну наверное я я на самом деле рад что если можете почерпнуть для себя какую-то информацию то же самое касается дикого хищника то есть вот была сделана сначала первоначально модель в металле со всеми посадочными с нее снята резинка и уже ее начали тиражировать то что сейчас покажу то что как раз по тиражирование почему я вообще начал это делать то что в пластике это уже тонированные маски вообще они ушли вот такого цвета в пластике какой плюс можно можно края ну уже задавать цвет изделия непосредственно в массе добавлять определенный колер добиваться определенного цвета вот нужно было сделать более такое кости цвет и плюс их можно потом красить и тонировать тут осталось затонировать что-то придумать с прицелом я их первоначально красил светоотражающей краской а сейчас нашел еще одну там дополнительную штуку попробую может быть покажу тогда попозже то что касается тиражирования зависит очень много от партий если там 100 штук условно делаем то каждая отливочка такая будет выходить 200 рублей но для этого изначально нужно сделать мастер-модель мастер-модель у нас выходит от при условии то что вы делаете 3d модель сами самостоятельно первая одна отливка выйдет примерно 8000 8000 и потом при тиража 100 штук 200 рублей условно да это без учета того что это нужно потом покрасить и так далее опять же цены не берите прям вот за источник потому что многое зависит от сложности например там лицехват там те же в тиражирование они в пластике выходили по моему по 300 рублей но опять же это же не не цена продажная как бы это до того как его тиражировать его же нужно еще сделать в металле все проверить но у меня вот такой может быть кто-то просто кому-то достаточно напечатать на 3d принтере и на этом все закончить одну штучку сделать александр мастер говорю блин извини ради бога александр маст я уже просто заговариваю второй этот самый стрим александр маст мой товарищ мой друг один из один из администраторов телеграмм канала брик предатор мы там стараемся публиковать александр прошу еще раз прощение неправильно назвал фамилию это не со зла и не за какого-то умысла просто я уже заговариваюсь если честно спасибо огромное за донат александр это первый первый в россии человек который купил аксессуары еще я тогда не делал фигурки купил аксессуары там я не помню даже какого хища помню джангл хантер и сделал эпичное фото в своем инстаграме очень харизматичный человек прям безмерно уважаю и горжусь тем что нашей дружбы скажем так извиняюсь за фамилию просто просто оговорился так и спасибо за донат до запишу отдельно александр маст мастер до горжусь дружбой и с рома истории близ и с александром и денисом вообще на самом деле я когда выходил на это все дело у меня отдельный инстаграм был я просто фотографировал просто фотографировал фигурки потому что ребенок занимался кастомизации разбирал разбирал собирал и просто я им предложил чтобы для того чтобы зафиксировать давай хотя бы вот купили набор собрали фигурку давай понять локация интересно ее снимем и выложим инстаграм инстаграм в принципе сейчас тот заброшен хотя там порядка 5000 подписчиков если хотите мы можем просто собраться и если будет желание просто ввести совместно допустим там абсолютно любые фигурки если интересно посмотрите лего легатус называется этот канал в инстаграме его просто сейчас забросил на его можно как-то использовать совместно допустим делиться какими-то фотографиями вот вот кстати у меня тут попал попал все 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 достигается методом проб и ошибок на самом деле вот это первоначальные лица того же маргенштерна да опять же тут не совсем всегда попадаешь где-то там чуть-чуть сместилась уже не то сместилась не то но у него слишком замороченная татуировка этапе первые были вообще пробники попробовал опять же волосы отдельно сделать можно их связать развязать так ну в принципе то что касается отдельную отдельной песни по одежде как я говорил некоторые занимаются вот именно кастомизации только условно одежды до плащи какие-то накидки какие-то капюшоны и так далее их очень много в интернете так владимир петручек салам сергей привет александр на здоровье спасибо еще раз большое за за донат о чем я вот ну то ли то ли то ли то ли то ли чат читать то ли еще чё там бум 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 простому 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 все я потерял мысли про плащи отдельно чувак делает плащи прямо отдельно вообще он просто заморачивается с плащами там нужно подобрать тоже материал краску какую-то определенную как это все резать кто-то режет на лазере кто-то вручную режет я вот резал свои плащи вручную допустим да это откуда-то отвалилась все не знаю надо сейчас будет попросить кое-кого собрать вот вроде бы про способы печати мы все оговорили про аксессуар оговорили то что это глобально требует вложений и творческих и и и и и и и вообще финансовых это да это прям с этим не поспоришь так вот чего-то в телеграм-канале брейн все грозился брян 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 это мозг брян все грозился прийти тоже один из администраторов брян телеграм-канала брик предатор мы совместно его ведем с друзьями не так часто что то там публикуем но сами поймите люди взрослые все у каких-то у кого-то какие-то дела я думал он появится человек живет в америке изучает русский язык причем что он что луи я даже если честно не знаю как правильно произносится его имя ну и не луи ну и из малайзии тоже там подучивает русский язык хотя говорит нам мандаринян мандаринян это смесь английского и упрощенного китайского вот он живет в малайзии вот и брян говорил что я появлюсь хотела ему показать я ему доделал лук и колчан хотел уточнить одни вопросы надо ли ему тут краску замутить так стримы вообще тяжело вести формате ну какую какой-то обучалки мне кажется потому что в этом не надо наверное не надо наверное отвлекаться на 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 чат а если не отвлекаться на чат то то вопросы сложно задавать кстати вот прикольная же серия была морет зачетно у гага да спасибо я можно отлучусь ненадолго носик припудрить от таких криков что-то прям поднажало немножечко вот же был прикольный прикольная история hidden side мне нравилось на нанес не столь популярная но там были такие всякие приколюхи которые можно было там использовать кстати кстати блин вы меня напугали я сейчас вернусь сейчас буквально две секунды я вернусь перепугали меня донатом так я с вами прикольно орет а кстати говоря так прикольно орет да всем привет кто на стриме летаем а еще упаковка так упаковка до хороший вопрос кстати ром упаковка коробочки например вот делали для лазовского он у меня подписал 2121 ну ладно хорошо дело в том что это коллаба была здесь асока пляжная по моему до коробочки коробочки сейчас коробки 80 рублей стоит если они идут уже там вкладыш их можно просто разрезать поролоновые упаковывать вот это вот история которую все запаковывать можно на самоклейке самоклейка тоже стоит денег но я сейчас последний момент я сделал вот такие вот наклеечки на виниле здесь подписываю просто удобно мне я подписываю что упаковано чтобы не попутать коробки и закрывая по цене по цене коробочки но видишь ли в чем мне сложно сказать по цене вот например коробки там минимальный заказ на 3000 надо сделать вот я тоже публиковал видео или где там в телеграме в телеграме по-моему да для мамкиных бизнесменов то что просто так прийти и купить коробку не получится да заказываешь ее минимальный заказ 3000 коробка стоит 80 рублей это самое дешевое сейчас пакеты в которых это все отправлять тоже стоит денег кажется все вот это мелочи а по копеечке по копеечке набегает такие суммы что мама не горюй сейчас хочу одну одну штуку проверить почему-то один тип один тип один тип оповещения хотя у меня стоит 2 не знаю отобразится он сейчас или нет я сейчас сделаю тестовая еще должно быть еще должно быть вот так но он почему-то не хочет никак сейчас может быть здесь случайно средняя частота высокую частоту поставлю сейчас не знаю отобразится не отобразится попробую сделать тестовое оповещение вообще должно быть вот такое это первое сообщение и отобразится идет с задержкой все она нифига не видно да что-то я не вижу его наверное не видно еще вот такое должно быть сообщение ну нифига что-то похоже не похоже вижу только я сейчас для этого я в настройках поставил они есть да это такая задержка космическое учусь и сейчас я вернусь к вам так это ко мне кто-то подписался сейчас да все я вот протестил она вообще но должно было примерно как-то так вот и варьироваться владимир петручек ты робишь кастом плохие же то робишь робишь да только этим и робишь уже только этими занимаюсь на так что еще о чем поговорить о чем еще поговорим настройки данный шиналерс вроде бы работают не знаю почему они не все отображаются сегодня в одиннадцать утра замутил первый стрим он в записи остался там мы рассматривали пэт печать в этом стриме мы разобрали уэв принт если есть какие-то вопросы можем обсудить бабл топ комбо только что подписался да отлично спасибо за подписку спасибо за донаты спасибо за то что вообще вы есть у меня друзья потому что так вот когда я этим всем-то начал заниматься я не думал что вообще это будет как-то популярно вообще тема эфл у нас не особо развита в стране мало людей но как мало если честно они есть если честно они есть и их даже очень много но почему-то они все стесняются того что у них есть вот такое увлечение ну это как-то немножечко как по мне странно но опять же я не не силен в том чтобы какую-то окраску этому придавать ну вот опять же вот ребенок пожалуйста кастом на как кастом какого плана ну вот не хватает одной штуки где-то она где-то она где-то что-то валяется вот этот цвет называется перламутровый золотой как вот этот пассажир здесь оказался ну видимо того требовала игра у ребенка да он довольно таки вот дорогой если например первые фигурки которые я выставлял на аукционе они были как раз в этом цвете первого гору перл голд ё-моё я уже заговариваюсь они дороже намного дороже чем просто например белый цвет да так то то что то тут тут оказывается целые залежи которые не моя коллекция но которую надо разобрать если горячо да да там хищница такая прям горячая не знаю ром если ты смотришь я вот не знаю кто это это bad girl на надо нас по моему серфом шла я тут короче это же я не в мастерской сейчас сегодня я тут обнаружил одну интересную было лайку сейчас я вам ее покажу есть у меня пластинки так если есть вопросы по вот именно печати под печати в печати пишите в чате я вам сейчас ну все распедали все расскажу что что вас интересует вроде бы я так уже уже все подробно рассказал и сейчас я вам покажу один одну штуку интересную наверное на этом за закончим на сегодня наше общение есть у меня меня я нашел как бы это заснять там даже я обнаружил вот такое если хотите чуть попозже мы можем постримить и совместно это все разбирать секите короче прикол вообще мама не горюй готова распаковка прикинь это она лежа лежит уже не знаю года четыре наверно рома 100 реврикс здесь привет с бэтмена вообще угораю нещадно ну это это не в обиду роме не в обиду чему-то либо вот короче разбирать и разбирать по 14 я даже сейчас ухты будем и я даже сейчас не не возьмусь один разбирать потому что это не мое никаких фигурок нету я не вижу куча приколюшек куча приколюшек это требует вообще отдельного стрима что тут только нет нет я сюда не полезу бэтмен бэтмен это когда это было прям ностальжи 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 всем привет рома 100 рибрик здесь да я вообще вот не понимаю вот этой приколюхи с бэтменом русалочкой конечно я понимаю что бэтмен сам себя стебется и его стебут и но я не понимаю этой вот фанатка бэтмена да так кстати эту сейчас я отложу штучку фанатка бэтмена да она у меня в коллекции стоит на полочке мне она прям что-то прям понравилось хотя я не знаю откуда она вообще ее предыстория но вот эта фигурка мне очень понравилось ну все остальное такое но иногда они тоже такие делают фигурку допустим и какую-то какой-то маленький один аксессуар который нигде нет больше и потом ходи ищи но и могли бы на самом деле подписывать они просто номера там ставить вот она это был джокер да тут зачетный вот эта фигурка сейчас стоит очень много денег потому что торс голова ноги вот этот цвет телесный он называется light руга и так в это я сейчас не полезу даже чтобы не засирать голову своими воздухами потому что тут тут в данной локации фигурок очень много и в принципе вечером если хотите мы можем посидеть поразбирать их то что я найду для этого я специально притащил эту подставочку так 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 что еще если будет интересно говорю можно можно выйти по попозже то что касается все таки вернемся к теме нашего стрима а то отвлекся то что касается кастомизации но опять же любой кастом это кастом вот у меня сын например такие шпикальюхи делает но у него там своя как бы вселенная может быть он свое там что-то расскажет это я ему отдаю запоротые детали запоротые детали которые были запорны при печати их просто они не подлежат восстановлению и их надо как-то использовать ну вот он тренируется вот в таком творчестве в принципе я поддерживаю это хотя это выходит ну реально в копеечку потому что любое творчество оно все таки очень затратное скажем так нужно и краски подобрать что-то еще сделать кстати насчет красок краски рома ты спрашивал я вот такие вот использую акриловые аэрозольные на это вот металлик конкретно как он глянцевый простите за пыль потому что мы давно здесь не были вот приехали на выходных так и тут видимо ну есть какие-то не скажу потому что есть глянцевые есть матовые ну вот по сути по крышкам вот они вот такие и в принципе они блестят не знаю почему ты вот ты делал кастом я не знаю кто это сангхам на груди ключ вот этот вот типа рыцарь вот такой тракт вполне она хорошо ложится и почему-то почему-то такая интересная система если просто использовать акриловую краску обычную то на фигурках она не держится она просто ногтем соскабливается а вот аэрозольная краска она держится и причем держится очень хорошо и тонким слоем наносится и в принципе вообще очень годно получается но при всем при этом видимо из-за присадок каких-то быстросохнущих она себя так ведет вообще акрил не очень хорошо на фигурках держится красок этих невероятное количество вот есть например даже флуоресцентная она тоже разных оттенков бывает есть краски которые с пастельными тонами идут даже тут написано шелковисто матовая акриловая краска нежные оттенки в стиле прованс быстросохнущая и водостойкая на самом деле действительно такие нежные у нее цвета тоже можно использовать так они разные целая целая эпопея так очень-очень вопросы по печати пишите в чате стихи да александр тут подсказывает отлично сергей ты меня вдохновил на кастом я сделал самодельные накидки пишет люстик 3000 кирилл послушай деревил еще раз знаю одного чела он начал делать накидки ему сначала помогала мама он начал делать ему было лет на 12 в 14 он уже кормил семью грубо говоря мама и папа его там полностью поддерживают любое любое то что то что вы можете себе представить ну вот в принципе это не какой-то там сейчас коуч там тренинг мотивационный нифига вообще любую любую тему которую можете себе представить вы можете это сделать если вы сможете сделать одну штуку то вопрос о тиражирование о том чтобы сделать много там в подарок кому-то друзьям или 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 там на продажу условно то это все зависит только от вот вот вложений чем шире мы делаем чем мы расширяем границы свои чем больше мы расширяем ассортимент тем больше получается нужно вложений то же самое например сейчас с хищниками происходит я не скрою половину работ я отдаю на аутсорс скажем так на есть люди которые мне помогают супруга дай бог ей здоровья люблю тебя обожаю она помогает мне делать дреды к маскам к маскам которые идут в форме фон факторе шлема другие люди которых я тоже безмерно уважаю яйца не очень сильно они помогают мне с литьем потому что литьевую машину опять же в тот в тот же подвал я теперь не рискнул ставить не буду повторяться в начале стрима я рассказывал как важно подбирать помещение которые нужны под мастерскую потому что если чем-то заниматься это нужно вам но минимум хотя бы на 10 квадратов но хотя бы 10 квадратов потому что хранить материал хранить краски где-то это нужно и минимум 10 квадратов это ну совсем уж совсем уж вот минимальная такая закуточек где можно посидеть там должна быть вытяжка желательно чтобы это не был подвал либо чердак какого-то там здания которого вам не принадлежит я не говорю про частный дом на потому что страховые компании они не страхуют ни помещение не то что в них находится и в семнадцатом году у меня случился потоп у меня полностью залила кипятком бабушка там залила полностью кипятком мастерскую и по факту я начал уже с нуля но при этом уже были были наработки по первой маски jungle hunter но уже я не смог остановиться грубо говоря но те потери которые я понес тогда я еще до сих пор все это выгребаю я не могу до сих пор нормально оклематься и встать именно на тот уровень так 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 да и по накидкам кирилл значит имей ввиду что есть разные типы тканей есть синтетика есть полусинтетика надо выбирать те ткани которые не пушатся потому что если мы не режем не горячими ножницами обычными например ножницами это совсем другая тема если накидки у любой накидки есть отверстия которые которые идут на шее да вот они у нас чтобы сделать ровненько это тоже нужно какие-то приспособны нужно подобрать материал вымачивание есть в ю тубе вымачивание господи в чем там он вымачивал то все я уже заговариваюсь желатине имеет место быть да почему бы и нет потому что любая кастомизация приведет в итоге к тому что начнете экспериментировать там что-то это сделать так что-то так попробовать сделать вот на в ю тубе есть ролик где парень делает плащи самостоятельно да и он там вымачивает и у их то ли в глицерине то ли в желатине не помню я не скажу точно либо можно подобрать подобрать сам материал непосредственно многие синтетические материалы они например режутся очень хорошо либо горячими ножницами либо просто берешь просто берешь выжигатель и специальную иглу специальную иглу которая ну просто как иголка идет для господи я даже не не помню эту технику как она называется не скажу сейчас мне не буду говорить потому что я просто не помню есть техника именно выжигания по ткани господи что я не найди не надену на этот кастом плащ можно выжигать вручную то есть это делается на стекле иглой может быть как-нибудь покажу если если вам интересно вообще это потому что честно как показать практика многие люди просто не заморачиваются они видят продукт они видят продукт какую-то цену и начинают допустим там сбивать эту цену там а я там хочу за 50 рублей ну я тоже хочу на мальдивах там жить условно но не бывает так что это даже не хобби хобби я я понимаю хобби когда ты делаешь да и продаешь там условно по себестоимости как я вот уже повторяюсь да я начал собирать своих хищников но что одного сделать что 10 одинаковые то есть если я делаю 10 штук и 9 продаю один не достается бесплатно что я вообще не могу эту штуку одеть его его подай бы дороги пожалуйста и соответственно если я 10 штук продаю то 10 я оставляю себе получается я его себе забрал бесплатно вот и все а если это а все отдел все они надо а если а если это рассматривать именно как бизнес тут уже другой момент тут если вы уходит на большие тиражи вам в любом случае предъявят за лицензирование это все эти хозяйства с хищниками у меня проще в том плане что меня знают в двадцатом веке fox и в том плане что все я уже сделал все спасибо я просто разобрал то человечка не мог собрать и дело в том что я стараюсь популяризировать тему хищников у меня есть своя версия вселенной если если будет желание мы это с вами тоже обсудим и половина половина это просто мои задумки то как они должны были выглядеть в каноне их нет если будет желанием можем потом обсудить много чего обсудить вселенную мою которую я думаю как откуда пошли хищники с чего началось для этого нам нужно будет обсудить мандалорцев космический флот мандалорцев вселенная моя занимает много папок это 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 большая тема для разговора ну и вообще нужно будет поговорить про мандалорцев кто это такие откуда они пошли потому что с ними очень много завязано будет в судьбе хищников это если хотите мы можем обсуждать так давайте если 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 тут кто-то еще есть мы можем что-то обсудить что-то давайте попробую поотвечать на вопросы сергей если что жду твои оценки моих аксессуаров в коментах диего я посмотрю диего бронда он пишет я посмотрю но пойми правильно я не не судья да я там не 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 как-то не оцениваю есть те нравится это уже хорошо если ты это сделал это блин это уже круто потому что даже даже там знаешь я вот честно говорю вот я делаю там кастомы хищников да я что-то там пытался их снимать как-то интересно там нельзя быть специалистом во всем если я там шарю например в окнах и много лет занимался проектированием конструкции оконных деревянных и двери и дверных я в этом что-то понимаю но это вот прошло время я немножечко подзабыл если художник там рисует нужно постоянно держать набитой руку правильно если если что-то получается это 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 уже это уже круто и вот я делал этих хищников начал фотографировать я чувствую я не дотягиваю ну немножечко и вот александр маст купил у меня первый первый человек россии который купил у меня хищников до этого я прям уже не не настраивался даже на наш рынок потому что я не думал что я найду здесь вообще каких-то увлеченных людей которых это может заинтересовать и он бац делает фотографию эту знаменитую хищника с черепом коровы о блин я вам такой смотрю я понимаю что я лошара блин фотографирование ну вроде стараюсь нужно к чему-то стремится я вроде бы посмотрел ну не знаю может быть неплохо ну я считаю неплохо хотя некоторые лучше делают да там фотки я отправил девчонки в чехию брик панда 82 и только на такие там но на тому си с фотошопом тоже там делает то есть такие такие приколюхи какой кастом ты делаешь владимир петручек спрашивает сейчас я вот сейчас конкретно я ничего не делал мы сейчас просто обсуждали я рассказывал сколько может стоить изготовление небольших партий кастомных мини фигурок откуда куда заходить это не опять же не какой-то там урок не какой-то туториал я просто ну выложил свои мысли рассказал то что касается вот именно кастомизации сколько это может выйти куда копать опять же повторюсь можете взять и берите в руки карандаш мы начинаем вечер наш можете взять фломастеры там акриловые краски пластилин какую-то глину сделать офигенно суперскую одну фигурку и может быть на этом успокоиться ну как вариант либо развиваться опять же потому что повторюсь есть люди которые делают по одной штучке ну просто офигенные вещи вот смотришь на них и думаешь блин ну реально круто круто и вот в этих двух частях которые сегодня стрим был я попробовал просто ну рассказать что то что у меня в голове так я живу в частном доме у нас три пруда и в одном живут караси слушай но кирилл я приветствую такое да чё тут скажешь природа хороший свежий воздух еще и в караси в пруду живут краса красота сколько ты зарабляешь на кастомых хищниках сколько ты зарабатываешь да ну это это я не я не зарабатываю на этом вот ну говорю как есть это не заработок это не заработок в том плане что кормить там семью я просто не продаю их практически быть по себестоимости чтобы мне хватало денег на продолжение на продолжение своего хобби скажем так на новые аксессуары на новые маски это все требует затратных средств если я раньше мог вытянуть допустим какие-то часть каких-то средств из своего основного заработка и пускать это на хобби то сейчас у меня так не получается к сожалению это не бизнес в плане заработка денег скажем так если бы это я рассматривал как бизнес то аксессуары которые вот металлические они стоили бы в разы дороже просто в разы если бы я хотел бы на этом зарабатывать условно именно вот зарабатывать в плане кормить семью условно то я бы не устраивал аукционы по одному доллару позолоченные мини фигурки ну просто я бы сразу заранее хотя бы ставил какую-то цену которая была бы ну не меньше себестоимости скажем так чтобы на этом навариться это немножечко но другое все средства которые я живот объяснял я делаю допустим 10 масок до первую там партию 9 я продаю я по факту отбиваю себе в коллекцию 10 и те деньги которые приходят они оборачиваются я их пускаю на другие аксессуары на другие какие-то приколюхи но поймите правильно если вы хотите зарабатывать именно на этом вам нужно рассматривать вопрос мини какого-то мини производства либо подключать друзей либо самостоятельно там что-то делать потому что многие вещи они могут тупо не окупиться вот например вот у меня была затея сделать этих люсик вот пляжный вариант да вот я сделал их еще в декабре я сделал их по факту для себя это что у меня там сделано их еще дополнительно там 15 штук даже если они не правда не продадутся да я на этом не не потеряю даже если вот они будут стоять у меня на полочке и хорошо пусть стоят то есть я готов к таким потрясением скажем тогда таким тратам но если вы рассматриваете то что вот я возьму и буду на этом зарабатывать деньги на имейте ввиду то что ваш дизайн во первых может кому-то не понравится кому-то мог может с его точки зрения показаться что цена продажная она дороже допустим до чем он может на это потратить но сколько это стоит мы уже с вами разобрали вот и поэтому все риски вы берете на себя то есть если вам допустим загорелась идеей что я хочу вот такую там фигурку да ну и делать что одну что 10 что 20 примерно одна и та же стоимость вы начинаете это делать закупили детали сделали сделали поставили на полочку она у вас стоит 20 штук а вот бац и не продается ну может такое быть вполне без проблем вообще тем более ну если мы говорим сейчас о постсоветском пространстве скажем так все республики бывшего ссср сейчас вот эта тема то что касается лего кастомизации она только-только зарождается вот я занимаюсь этим 17 года получается в апреле будет шесть лет сказать что я дофига там чего заработал ну я так не скажу потому что ну имя может быть имя да я заработал там имя и а в плане финансовом ну то такое вложение знаешь они очень серьезные чем шире чем больше у тебя ассортимент одно дело ты сделал фигурку там допустим кто-то тебе помог ты сам вложился там чем-то деньгами трудом и так далее ты продал эту партию заработал денег запустил другую вот такими же шажками у меня шло по хищникам и весь тот ассортимент который есть можешь зайти на сайт посмотреть там половины нет наличия потому что держать большой ассортимент в наличии просто на складе просто держать надеюсь на то что кто-то кто-то там зайдет и что-то купит ну то такое на такой бизнес-план под сомнениями я бы так сказал хотя бывают иногда такие чудеса у меня одно время одна позиция лежала очень очень долго она вообще не продавалась и очень никто не покупала никому не нужна была и потом в один момент зашел человек и раз выгреб прям все сразу все просто выглядит бывает и такое но опять же сейчас ситуация такая то что отключен paypal ничего не работает хорошо когда есть сайт но опять же одно дело продавать на авито другое дело продавать по миру когда ты там делаешь сайт переводишь на английский язык ставишь это все на движок все администрируешь и когда у тебя платежная система работают так как они должны работать это удобно то есть все вычитается со склада все автоматически подсчитывается и по факту и по факту это все автоматизировано и удобно да ты можешь планировать а у меня закончились там вот эти вот например деталь ушки хорошо сейчас деньги придут я запущу на эти деталь ушки деньги другой момент то что мастерская до аренда мастерской это постоянная постоянные затраты прям постоянные каждый каждый месяц вне зависимости есть я продажи нет у тебя продаж ты платишь тупо аренду налоги есть у тебя продажи нет продаж ты платишь налоги ежемесячно и никто не спрашивает тебя там продал ты люсик своих мире подал но видите офигенная согласитесь некоторые меня гнобили одно время типа как ты можешь да это вот сексуализация лего не знаю на самом деле такой бредняк откройте вы глаза уже есть много наборов пляжные именно они так называются отдых на пляже номера не скажу но они есть и другой момент вот у вас есть супер герой там ваш любимый да он что должен там я не знаю железный человек да он что не может сходить куда-то позагорать там до условно или он должен постоянно в своем костюме куда-то там и загорать и купаться дом на но но это блудняк просто какой-то дневник если есть там женщина-кошка да мне странно представить я ее люблю как персонажа да но мне странно представить такую женщину в стиле садамаза которая отдыхает на пляжу в таком костюме но это ну но это просто немножко странновато как бы да и если вот есть такая фигурка что она пошла отдохнуть на пляж позагорать ну кричать о том что ты там дундук и все делаешь не так и неправильно но этот ну каждый мыслит меру своей испорченности так так что насчет заработка это все условно если если надо заработок это надо очень большими тиражами фигачить но это требует как говорят деньги делают деньги если например в китае есть своя система поддержки предпринимателей виде венчурных венчурных инвестиций но это прям тема для отдельного ролика до то он пришел со своим бизнес-планом говорит мне надо столько-то денег я вот хочу там замутить вот таких вот хищников там 10 тысяч фигурок пожалуйста вот те деньги шлепа этих хищников продавать там условно по два доллара и как бы радуйся жизни то чем меньше тираж тем дороже всегда всегда это это не не обсуждаемая вообще аксиома чем меньше тираж тем дороже продукт вот ну вот такая вот тема да а если ты делаешь все это запускаешь сам то нужны средства 17 года я работал за свои абсолютно деньги только потому что я хотел себе этих хищников просто в коллекцию вот у меня загорелась вот такая вот идея и я смотрю я увидел какую-то поддержку от людей начал продолжать но все это дело за свои собственные личные средства без спонсоров и без меценатов если кто-то хочет задонатить и помочь моему проекту то вот ссылка в описании просто готовьтесь к тому что на методом проб и ошибок никто не даст вот разжеванного конкретного вот кнопки бабло ее нет вам надо будет самим там что-то делать и прежде чем что-то замутить нужно ну хотя бы идею так мне просто интересно мне людей которые это смотрят хорошо кирилл спрашивает кстати сергей сколько стоит свой самый дешевый кастом мой самый дешевый кастом давайте посмотрим сейчас я сайт открою скажу сколько стоит мой самый дешевый кастом дешевый кастом опять же что мы что мы смотрим но пластиковые маски например я считаю это дни нет нет недорогой вариант сайт просто открою и посмотрим давай чтоб не быть голословным прям даже покажу экран но смотри идем самый дешевый кастом александр массандр спасибо большое это прям звук великолепный так идем смотрим вот у нас есть пластик спасибо за донат огромное большое спасибо шички так я тут почему-то не могу приблизить вот биомаски они стоят в пластике по 380 рублей и если вы думаете что это прям дорого но попробуйте сделать сами броня 390 рублей так есть торсики вот по 300 рублей пожалуйста панельки 230 рублей 236 рублей панельки с рельефом но их практически нет уже вот такая панелька 230 рублей фолда так мини фигурки скальп хищника 320 рублей труселя защита бедер hip protection так называемые 225 рублей лицехват пожалуйста 360 рублей фигурки ну вот от 1600 череп ксеноморфа 550 рублей люськи пожалуйста 1600 рублей пожалуйста металлические соответственно стоят дороже металлические то металлы это не олова какое-то это металл либо бронза вот это в бронзе до либо-либо либо не зильбер он же мельхиор до сплав никеля и серебра броня амуниция оружие вот тут я не скрываю ничего тут на сайте пожалуйста все цены в открытом доступе пластик дешевле всего получается так и к вопросу того что сколько ты зарабатываешь есть вот такой вот раздел на сайте ком старые сеты это вот сеты которые были сделаны в одном в одном экземпляре и которые эксклюзивы которые я выставлял на аукционы на аукционы они проходили сначала instagram но они меня не порадовали в том плане что он их блочил и два хищника у меня ушло вообще за за копейки например хищник вот этот вот чоппер вот этот с позолоченными аксессуарами он ушел вообще за 60 долларов это ну сколько но на 70 даже если умножить 4000 грубо говоря с позолоченными металлическими аксессуарами он ушел за 60 долларов так по моему с harley queen вот этого red самурая как раз александр масс забрал в питер по моему даже вот и этого тоже там тоже глючила что-то прям по жесткому поэтому все аукционы сейчас провожу в телеграм-канале брик предатор да вот эти вот red самураи это как раз таки отсылочка к любимому рома истории брикс бэтмену истории бэтмен тупик где в конце в самом если кто не смотрел это фан-фильм люди сняли за свои деньги тоже до скрестили вселенную бэтмена и хищников а в.п. хищников чужих и в годом сити там получается ну кому интересно посмотрите она на английском но есть по моему и версия с русским переводом в конце получается бэтмена зажали где-то в углу в тупике зажали с одной стороны чужие с другой стороны клан хищников и вот лидер клана хищников из готом сити как раз таки и есть big red самура вот они у меня как раз шли я их делал на 360 градусов печать вот он вот так вот выглядел то есть у него тут и ноги были запечатаны и бака такая приколюха ну как бы наверное я ответил да на этот вопрос так сейчас я почитаю еще чат поставлю на зарядку телефон тримлюсь телефона иногда это иногда это это с одной стороны удобно с другой иногда не очень так сейчас я отвечу на вашего вопросы нас смотрят пять человек и наверно будем заканчивать да тебе не молодцы к если супер было ли мне интересно если хищник супер хищник заразиться лицехватом как будет выглядеть чужой придали ты знаешь интересно было бы посмотреть на самом деле такое развитие событий но опять же супер хищники я не думаю что они настолько безалаберные ну всякая жизнь как как бы бывает да может быть кого-то заразиться на такое может быть в кого-то личинку лицехват конечно не отложит ну мне кажется это был бы супер придали но но развивать эту историю лично мне как фанату мне бы не хотелось бы например чтобы супер развивалась история с придали нам потому что потому что я знаю много много есть фанатов много фанатов чужих есть и многим нравится тот же самый придали ну ну честно скажу мне чужие не очень нравится это ну как сказать они у них нет особой индивидуальности мы не рассматриваем там чужого сетку до из чужой против хищника который убил как раз кельтика мы на него не смотрим да он там какой-то такой интересный был персонаж но вообще по сути это ройные животные и живут они роем и своего собственного какого-то мнения не имеют и индивидуальности как как того не обладают то есть то что лидер лидер чужих скажем так транслирует мозг то они и хавают и исполняют поэтому ну как бы ну такое не так ты хочешь сделать чисто для себя или продажи альфа хищника короче смотрите история с альфа хищника альфа хищник это разработка компании на это который специализируется на экшен фигурках как раз хищника и делает много различных вариантов этого хищника легенда которую они подтянули это просто закрыть дыры в в истории у меня их их легенда из моего видения вселенная она не выпадает а лишь дополняет ее если хотите я сделаю серию стримов на которых я расскажу свое видение происхождение как хищников так и вселенной всей но вообще вообще альфа хищника придумала компания nico ну с одобрения скажем так 20 века fox куда эта история сейчас пойдет непонятно потому что 20 лет fox купила disney и куда disney поведет всю эту франшизу никому неизвестно первое что вот мы увидели это хищник добыча дикий да и в принципе он у хорош хорош интересен но опять же нет никакой никаких не пасхалок никаких отправлений куда-то там да нет ничего то есть очень много дыр и по факту по факту вот маленький спойлер по моему сугубо личному мнению это мое мнение я никому не навязываю но если хотите я расскажу свое видение ситуации я бы совместил вселенные star wars и хищников как я вот готов рассказать и поделиться с вами но это были бы абсолютно разные вселенные хоть и в одном кластере будем так говорить звездном но это абсолютно разные параллельно параллельные даже можно сказать вселенные но которые пересекаются вот мое мнение вот такое и сколько я не потратил время на изучение как канонических историй звездных войн это мы можем также обсудить и сделать отдельный стрим например по мандалорцам и по флоту мандалорцев и вообще мое видение как 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 они откуда они пошли кто им дал это оружие и так далее если будет интересно пожалуйста и да про альфа хищника я что-то вот заговариваюсь экшен фигурку сделали нека легенду про него придумали нека и альфа хищника это отсылка к первому к первому варианту первому варианту амуниции который должен был в каком виде должен был бы появиться хищник сейчас их переключили типа якобы так должны были выглядеть аминги по-моему в этом костюме как раз должен был скакать ван дам по джунглям но мини фигурку альфа хищника вот с этой маской из амингов их уже сделали их сделали лута брик по моему очень сильно развита тема кастомизации вот именно не то что кустарная такой промышленной это в средней азии китай гонконг тайвань сингапур там это все очень продвигается тем более у них свои есть там герои там царь обезьян много там анимешных историй вот они сделали такую фигурку и что-то повторяться я не хочу просто просто тупо повторяться не хочу привет я не опоздал наверное нет как настроение ты из украины нет я не из украины мне нравится альфа хищник броня прикольная сам по себе отличается от других хищников ну броня у него это вот именно маска это отсылка к оменгам и к первоначальному к тому как должен был выглядеть хищник их сделали уже они уже года два или три как в продаже их сделали ребята по моему из сингапур они они занимаются кастомизацией там много всякого вообще очень много и по звездным войнам и по тематике великой отечественной и мировые войны там чё только нет там очень много там это это промышленное там люди в это вкладывают деньги точно так же как и начинали фанкопоп да с какой-то маленькой студии которые вот сделали таких большеголовых человечков нашлись меценаты которые уложили в эти деньги и и все у них поперло да там заключили лицензионные какие-то контракты с отчислениями они занимаются этим то же самое hot wheels простите но это все требует денег очень много денег прям ну дохрена сколько денег вот тупо хороший принтер уэв принтер ну стоит два с половиной два семьсот два миллиона семьсот тысяч ну три миллиона условно с первыми полгода там аренда помещения куда его поставить ну ребят это должны быть огромные огромные просто вложения тем более если учитывать ситуацию сейчас какая в мире происходит и лего фыркнув ушли с нашего рынка это немножечко такое себе ну да может быть вот как раз отвечаю на вопрос владимира петручика да владимир такого возможно потому что на самом деле и сценаристы как такового канона сформированного его ну по сути нет в комиксах могут рассказывать истории о хищниках одни в книгах рассказывать истории другие нет какого-то такого стержня который объединял полностью бы все истории которые сейчас есть на данный момент изучая этот вопрос да в играх вообще другое в играх другое начинают там подтягивать за уши там любые оправдания чему бы то ни было даже если вот брать mortal kombat до на ps и на playstation там есть хищник да он называется хишку thumb но опять же и и под это можно истории путануть легенд Click вообще очень много но вот такого вот стержня который бы объединял все всех все истории в одну в какую Tot с одним сюжетом где четко показано, кто это, откуда они, почему они такие, где это все. Вот, занимаясь изучением этого вопроса и изучением канона Star Wars, я пришел к интересному заключению. Если хотите, если будет вам интересно, я могу либо видео отдельное записать, либо провести стрим. Но стримы мне как-то вот больше нравится, то, что здесь есть живое общение. Хотя и немного народа. Я люблю хищников, альфа, змею, джангл хантер, шаман и снэйк. Ты два раза снэйк написал змею. Но вот эти вот, Диего Брандо, ну вот змея это из клана, лост клана потерянных хищников. А, да, два раза ее назвал, ну да, и берсерк. Ну, берсерк это другое немножечко. Ну все, ребятушки, на этом мы все вот обсудили. Во второй части мы обсудили проблемы и вообще сколько стоит кастомизация с помощью УФ печати. В первой части, она в записи доступна, мы обсуждали под печать, там под печать. Наверное, будем заканчивать на этом. Бувая, Владимир. Вот вам. Поздравляю. Всем спасибо, кто стримил, кто стримил, я стримил. Кто стримил, я стримил. Спасибо мне большое за этот стрим. Спасибо вам за то, что вы присутствовали. Спасибо огромное за то, за ваши донаты, за вашу поддержку. Все, всех жму руку. До новых встреч. Пока-пока, ребят. Спасибо, что были. Продолжим как-нибудь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok